Приветствую, Роман Светан, сегодня в эфире специально для Фабрики Новый. На сегодня необычный день, вы знаете, сегодня Рождество. И мы с Романом, конечно, всех поздравляем с Рождеством. Это рождение чего-то нового, прекрасного, о чем мы мечтаем, рождение нашей победы. Очень надеюсь, что это будет в этом году. Здравствуйте, Роман. Приветствую. Так и есть, как минимум, рождение Нового года. Это как минимум. Я гностик, потому как с тем религиям отношусь одинаково. Всех уважаю. Все религии, все светлые дела. А религия в основном, они в основном светлые, все эти моменты. Поэтому поздравляем всех с Рождеством, с правильным праздником. Именно Рождество, именно сегодня, если считать по небесной механике. Сегодня уже третий день после зимнего солнцестояния, когда нарождается Новый год, разворачивает ось Земли в сторону Солнца, северное полушарие, по крайней мере. И начинает увеличиваться день, уже так увеличиваться, что даже 3-7 тысяч лет назад об этом уже знали наши пращуры, которые прекрасно разбирались в небесной механике. Потому сегодняшний день как раз все практически религии празднуют. Ну а некоторые накладывают на это действие уже небесное, накладывают некоторые свои религиозные праздники. Поэтому поздравляем всех, кто сегодня празднует Рождество. Да, говорят, что нечистая сила страшно боится солнца и света. Вот будем надеяться, что чем больше будет День световой, тем больше нечистая сила будет прятаться. И вот начну прямо сразу с нечистой силы. Но есть противоречивые, так сказать, сведения. Одни западные издания пишут о том, что Путин решил воевать окончательно, до окончательной победы. Об этом же говорил Боррель на этой неделе. Или другие пишут о том, Нью-Йорк Таймс в частности, о том, что Путин сигнализирует о готовности к переговорам и о прекращении огня в Украине. В общем, как бы там ни было, одно понятно. Знаете, как бы там ни смеялись над поездками Зеленского и РМАКа в Америку, все равно понятно. Я вчера, кстати, прочитала цифры о том, что 10% американцев прибавились к прежним, так сказать, в мнении, что Украине нужно продолжать оказывать помощь. Ну и сегодня считаю, что F-16 вроде бы уже в Украине. Так это или нет? Ну, если начать с Путина, то это непротиворечивое утверждение о том, что Путин готовится напасть и на натовские страны, и, естественно, будет идти до полной своей победы в Украине, стараться, по крайней мере, и тут же запрашивает перемирие. Причем там чуть ли не молит на коленях у Запада на данный момент перемирие. Ему это надо как раз для выполнения основной задачи на данном этапе у россиян. Накопление сил, средств для того, чтобы можно было дальше двигаться. То есть захватывать дальнейшие участки Украины. Здесь нет противоречия. Ему надо сейчас перезарядиться. Он сейчас вышел на нулевые статки, или на НЗшные, по крайней мере, по всем показателям. Он запустил максимально свою экономику, на военные рельсы ее поставил, но вышел на максимальные показатели. Больше он увеличивать не может, и их не хватает. Они работают с колес, и их не хватает на поле боя сейчас. То есть не хватает боеприпасов, не хватает техники. Даже лесской ресурс тоже идет с колес. Около тысячи россиян они в сутки принимают, и тысячу пакетов получают обратно. То есть такой баланс. Ему для того, чтобы масштабно начать дальше двигаться по территории Украины, то есть наступать широкомасштабно, не то, что он сейчас проводит некоторые оперативные мероприятия по Восточному фронту, а где-то наступать по-серьезному, ему надо остановиться, остановить боевые действия, потому он о них и молит сейчас, и накопить хотя бы как минимум полгода ему надо для того, чтобы накопить достаточное количество сил, средств при максимальном режиме работы, оборонки своей. И где-то с весны продолжить наступательные действия, продолжить оккупировать Украину. Ну а дальше ему надо будет еще около трех-пяти, а может и семи лет для того, чтобы развернуться чуть шире и попробовать сначала через определенные механизмы, такие как были задействованы в Крыму и на Донбассе, такой гибридной войны, запустить, раскачать тему русскоязычных, притеснения в русскоязычных странах Балтии, в Молдове, может быть на Балканах, вплоть до Финляндии. То есть он по большому учету может и это запустить, эту раскачку. И дальше уже накопившись, произведя и накопив достаточное количество боеприпасов, уже начать думать в том числе и об вторжении в страны НАТО. Но это уже на далекую перспективу. Потому с этой точки зрения все правильно. То есть не то, что молит об остановке боевых действий, то, что это ему нужно для того, чтобы дальше захватывать украинские территории. По самолетам на данный момент есть информация, ну по крайней мере исходя из технических, некоторых технических моментов использования ракет воздух-земля, некоторых технических моментов использования ракет противорадиолокационных ХАРМ, да и в принципе уничтожение трех русских, российских вернее самолетов, Сушах Су-34. Можно предположить, еще раз повторюсь, теоретически, что это могли работать натовские, либо натовские самолеты, либо глубокой модернизацией МиГ-29. То есть там есть некоторые моменты, если модернизованные МиГ-29 до уровня использования некоторых позиций модификации натовского оружия, то они тоже могли работать в таком режиме. Но эта модификация в основном была завязана на израильские фирмы, пока не было такой информации о том, что они разрешили нам использовать эти самолеты, или по крайней мере нам они передавались. Но технически, действительно, теоретически и технически есть возможность того, что работало как минимум натовское вооружение по этим самолетам, по дальности, по противодействию радиолокационным системам и системам ПВО противника. Ну, будем надеяться, что наши западные партнеры все понимают и не будут давать возможности Путину выигрывать время. Вот это вот самое главное, да, потому что он же сволочь за этот год там построил каких-то фортификаций очень много. А если бы сразу дали оружие, то, возможно, у него просто не было бы, ну, была бы возможность для наступления, скажем прямо, да. Поэтому вот я считаю, что нужно ездить в Америку, нужно все время говорить там и привлекать как можно больше законодателей на нашу сторону и просить, просить оружие. Новый законопроект о мобилизации, Роман. Очень общество обсуждает, очень, так сказать, активно это все. Вот я уже сегодня увидела два противоречивых заявления. Умеров сказал о том, что будут в электронном виде рассылать повестки. И тут же выступил Михаил Федоров, сказал, что никогда будет, вот миллион дронов будет в следующем году, электронных повесток не будет, дескать, вот, поэтому пока что не очень понятно, будут они или нет. Но, тем не менее, так сказать, некоторые изменения будут. И давайте вы лучше нам расскажете, какие будут изменения в новом законе, который, как говорит Умеров, выйдет уже прям, будет проголосован в первые дни января. Ну, чтобы не говорил Федоров, Умеров выпишет ему повестку в армию, а дальше получит приказ и через дию могут разослать шоуку. Ну, это в качестве сарказма, конечно же. Возможно. Реальные вещи, которые с законом о мобилизации, как таковой, те, которые сейчас проговариваются, ну, они ничего общего с теми задачами, которые стоят перед вооруженными силами Украины, ну, не имеют. Потому что чуть разорванная, во-первых, разорванная информация, во-вторых, неправильный, неграмотный, непрофессиональный подход. То есть это подход людей, которые, ну, как-то поверхностно знакомы с военной тематикой и тем более с определенной системой набора военнослужащих для выполнения боевых действий. Здесь несколько позиций, можно их отметить. Первая, идеологическая составляющая. Дело в том, что немотивированный военнослужащий, но он не будет выполнять боевые задачи, не будет выполнять в полном объеме и еще может принести нам много беды. Потому мотивирован, может быть, двумя путями. Либо это идеологической компонентой, либо финансовой компонентой. Идеологическая у нас полностью разрушена. Земля продается как таковой в Конституции Украины, в которой есть те же пункты о защите Родины. Но эта Конституция практически попрана теми же законами о продаже земли. А так как у нас земля принадлежит народу в Конституции, и тут же она продается. Тем более с 1 января продажа будет по 10 тысяч гектар на юрлица. Это, значит, уже всему миру называется. То есть идеологические компоненты отсутствуют. Значит, остается одна, единственная, финансовая компонента. Финансовая компонента, то есть то, чем привлекают, в принципе, привлекают хороших специалистов все частные военные компании и, по большому счету, все армии мира, которые следят за профпригодностью своих армий. Даже россияне сейчас именно за счет финансовой компоненты привлекают по тысяче россиян в сутки. То есть по тысяче террористов в сутки заходят на пункты приема и становятся в очередь для того, чтобы попасть на утилизацию на украинский фронт. Но, тем не менее, это финансовая компонента. И у нас она осталась одна, единственная. Значит, надо просто разработать некоторый механизм финансовой, то есть меркантильной составляющей чисто финансовой, для того, чтобы могли комбриги, а это очень важно, командиры дригад должны себе покупать профессионалов, покупать, естественно, в кавычках, профессионалов, а не ТЦК, не военкоматы. Эта система вообще должна рухнуть, то есть кануть в лету. Это советская система максимума, как можно сейчас использовать, это развернуть на внутреннее потребление, если можно так сказать, начать работать на набор от силовиков и госслужащих. А для этого надо снять бронь и снять спецучет с правоохранителей. И тогда ТЦКшники, по-другому их можно назвать, неважно, они в структуре госуправления, они поставят строй именно госслужащих, и тогда будет смысл какой-то вообще в мобилизации как таковой. Но тут еще один момент. Дело в том, что на линии боевого соприкосновения сейчас находятся не более чем 100 тысяч военнослужащих украинских. Таково расположение линии фронта, таково и, естественно, определенные моменты, связанные с выполнением боевых задач, особенно сейчас, в период, когда мы переходим в глухую оборону, у нас период сейчас перехода в оборону. Около 100 тысяч военнослужащих, а силы обороны Украины насчитывают миллион 100 тысяч. В 10 раз больше. Зачем нам вообще мобилизация как таковая, если мы можем 10 раз отротировать военнослужащих, находящихся на линии боевого соприкосновения? Зачем? Смысл вообще этих цифр и постановки на учет и выполнение боевых задач. Реально воевать может 1% населения. 1%, не больше. Все остальные – это непрофессионалы. И даже «принеси-падай» – это тоже не тот режим. Надо ставить в строй профессионалов, их надо просто мотивировать. 1% населения – это примерно 300-350, пусть 400 тысяч человек. Всего лишь 300-400 тысяч человек, причем со 100 тысячами, находящимися на линии боевого соприкосновения. 3-4 состава, которые могут меняться через каждый квартал или через полгода, меняться, причем в таком хорошем режиме ротации. Их надо просто правильно, грамотно выполнять задачи ротации и расписывать направления и действия как таковые. Но это должен заниматься Генштаб. Но Генштаб заниматься не может, так как Генштаб управляет только вооруженными силами Украины. Почему-то до сих пор Нацгвардия у нас еще в структуре Министерства внутренних дел. Потому что силовики вообще в ВСУ не входят. Вот эти силы обороны, они же так и называются. Силы обороны Украины, несколько, чуть ли не десяток направлений, которые соединены. А это все должно быть, это весь военные силы должны все подчиняться Генштабу. То есть они должны быть в составе вооруженных сил Украины. Хватит 1%. То есть у нас сейчас больше, чем нужно военнослужащим. Больше, чем нужно раза в три. А зачем какие-то объявлять еще мобилизационные моменты? Для чего? Для того, чтобы ребята на ротацию шли. Так однозначно это можно делать с тем составом, который сейчас есть. Есть моменты, связанные с демобилизацией. Однозначно надо демобилизовать тех, которые отслужили положенные сроки после срочной службы. Это как минимум. Ну а дальше смотреть по потребностям. Опять же, все будет зависеть от поставленных задач, количества сил, средств, приданных для выполнения этих задач. Ну и правильности подхода, профессионализма в подходе решения задач обороны. И этим должны заниматься профессионалы, военные профессионалы, а не Умеровы, не Резниковы. Это не их профиль. Они никакого отношения не имеют к армии. Они даже не понимают, о чем речь. Абсолютно не понимают. То есть набор слов иногда слышишь, которые слышишь из уст этих псевдовоенных, которые возглавляли или возглавляют Министерство обороны, но иногда уже и смеяться-то не хочется. Почему? Потому что их непрофессионализм, в конце концов, выливается в достаточно большое количество смертей наших украинцев. Это наши украинцы. Каждая жизнь – это мир, целый мир, который теряется. Это космос практически, который теряется. Если из-за непрофессионализма людей, которые занимают и выполняют задачи не по своему профилю, надо узнать, вуз какой у Мерова. Это военная учетная специальность. Он кто? Он где учился военному делу? Как он может вообще вникать в вопрос или ставить задачи военным? Ну то есть это все равно, чтобы задачи хирургам ставил дворник. Ну кто ляжет под нож этого хирурга? Вот тоже самая картина и у нас. Потому вот если бы это не у Меров, если бы это занимался, допустим, Залужный или Генштаб этим вопросом, тогда было бы намного проще. Но для этого надо на Генштаб вывести эти задачи. А передать Нацгвардию только не в управление, а передать полностью. То есть воинские части из Министерства внутренних дел перевести в воинские части вооруженных сил Украины. Пограничников, силовиков, вплоть до того, что и МЧС то же самое перевести пока, по крайней мере, на выполнение этих задач. И если уже и набирать, то набирать как раз, мобилизовать профпригодных. Это очень важно. У нас силовиков профпригодных несколько сотен тысяч, до полумиллиона силовиков, которые, силовиков имеется в виду правоохранительных органов, которые знают, как обращаться с оружием. И они профпригодные в полном смысле слова, они служили, выполняли боевые задачи по наведению правопорядка внутри страны. То есть они знают, что такое приказ, они знают, что такое постановка задачи и выполнение, ну и так далее, и тому подобное. Поэтому пока непонятно вообще, что делать. Исходя, если так вот посмотреть сверху сбоку, такое впечатление, что наша власть сейчас, ну создает сильный такой прессинг негативный по отношению к вооруженным силам Украины и к нашей борьбе за независимость как таковой. То есть либо по скудоумию, либо по недомыслию, либо по злому умыслу. Но это уже, я думаю, будут разбираться следующие власти, и те силовые органы правоохранительные, которые будут заниматься таковым родом вопросом. После, хотела бы спросить вот об этих сбитых трех СУ, да, говорят, что, генштаб говорит о том, что после сбития этих трех СУ-34 Россия поставила на паузу использование тактической авиации и управляемых авиабомб. Ну вот Гуменюк об этом говорил, она говорит, что враг пытается понять, как были сбиты эти самолеты, поэтому пока, так сказать, ищет способ противодействия. А вам что-то известно о том, как сбивались эти самолеты, что там произошло? Гуменюк права однозначно. Сейчас россияне пытаются всякими способами определить все-таки, что их сбило. Три борта по 50 миллионов долларов, только в деньгах это около 150 миллионов, у нас под готовкой шести летчиков, так и 200 миллионов долларов, можно говорить, потеряно было, и очень за определенное короткое время. У нас есть много механизмов, как мы можем сбивать самолеты противника на такой дальность. Примерно, примерно в такой же позиции был сбит СУ-34 над Янакиева, когда он пытался КАБы сбросить по Авдеевке в начале весны. Бит С-300. Ребята наши из Никопольского зенитно-ракетного полка, говорю это специально, он был именно за это действие награжден президентом, в информационном поле эта информация есть. То есть ребята пробировали так называемую стрельбу на вскидку, это стрельба из ракетной засады. Это когда зенитно-ракетный комплекс разворачивается, но не включается. Его не видят самолеты противника и средства радиотехнической разведки. Сам комплекс никто не видит, он не включен. А работает какой-то комплекс, который работает, допустим, только на определение. Россияне понимают, что там этот комплекс достается до 20 километров, потому выходят на дальности в 30, 40, 50 километров, сбрасывают КАБы, понимая, что комплекс, который в данный момент работает, это их только видит, но сбить не может. И вот когда россияне пересекают определенную черту, за которой они уже не успевают убежать обратно, включается, допустим, С-300, как это было под Авдеевкой, включается, за несколько секунд уходит ракета, отминусовывает самолет. Также сам один в один сработали Патриотом по пяти бортам над Клинцами, это 13 мая этого года, в Брянской области. То есть также развернули Патриот, и он сидел, тихо ждал, пока подойдут четыре борта. Сначала зашел Су-34, Су-35, прикрывали их РЭБом, два Ми-8, две вертушки. Они сбивают, Патриот сбил эти четыре борта, потом взлетел еще ПССный борт Ми-8, это поисково-спасательная служба ПСС. И его тоже отминусовали, это вот из ракетной засады. То есть как минимум мы вот в таком режиме могли сбить эти три борта тремя комплексами, которые у нас сейчас есть, и достали бы до этой дальность. Это могла быть С-300, это мог быть Патриот, это могла быть СМТ. То есть эти три борта по дальности, три ЗРК могли сбить эти три борта. Но есть вероятность того, что летный состав, который уже по некоторым позициям давно готовый, переучен на тех же F-16, смогли зайти F-16, могли другими самолетами. Вопрос такой, что у нас летчики летали уже и на Гриппенах. И летный состав мог использовать самолеты МиГ-29 глубокой модернизацией под использование дальних ракет. Это тоже возможно МиГ-29. То есть МиГ-29 мог нести довольно-таки хороший локатор с толковой дальностью, а пилоны подвесить ракеты, в принципе, те же АМ-120, это возможно. Такая глубокая модернизация МиГ-29, она была проведена в свое время израильскими фирмами, и в прошлом году израильтяне запретили нам передавать эти МиГ-29. Сейчас, может быть, что-то произошло другое, либо есть разрешение, либо мы сами просто модернизировали те борта, которые у нас были. То есть у нас механизмов, как минимум пять, это я сейчас назвал пять, которые лежат на поверхности и есть в информационном поле. И где-то еще столько же есть в закрытом режиме, до которого пытаются добраться россияне. И пока они не поймут, от чего погибли летчики и потеряли они Су-34, и четвертое, они не дадут возможности им, то есть они не разрешат эти полеты. Когда поймут, тогда найдут, попытаются найти какое-то противодействие. Если получится, если не получится у них найти, значит КАБы уже лететь не будут. То есть, по крайней мере, они использовать такую опцию уже просто не будут. Буквально два слова хочу с вами поговорить о коррупции в армии. Прошел вот суд и оставили под пидварту руководителя ГУ Минобороны, который украл полтора миллиарда. Вот знаете, когда я слышу о таких цифрах во время войны, честно говоря, хочется человека повалить на пол и засовывать ему доллары в рот. Но вот пока прям он не нажрется. Ну, я имею в виду не конкретно этого человека, я не знаю, виноват он или не виноват. Суд-то еще не принял решение. Но вообще вот все люди, которые этим занимаются во время войны, мне кажется, что они должны быть очень люто наказываться. Ну, потому что просто уже, честно говоря, читать об этом. Я вчера была на презентации книги Жени Дубровского, которая почти год в Авдеевке была. Там его были хлопцы, кто без ноги на протезе, кто там еще как-то раненый. И вот когда смотришь на них и думаешь, что какая-то сволочь там где-то в штабе или где ворует, ну, как-то оно, знаете, не сильно греет. Вот это наша беда. Только вот вы даже, видите, я чуть вас поправлю. Коррупция – это не в армии. Министерство обороны – это не армия. Армия – это генштаб. А в Министерстве обороны там умеровы, там резниковы, которые к армии никакого отношения не имеют. Они могут поднабрать себе каких-то, допустим, бывших военнослужащих, генералов, полковников, неважно. Но это уже гражданские. То есть они, по большому счету, они опять же выполняют задачу министра обороны. То есть там коррупция начинается сверху, не снизу, поверьте. Не снизу. Только когда есть возможность нести наверх или есть задача нести наверх, вот только тогда коррупция работает. Потому что по-другому. Они все боятся, любые коррупционеры, они же боятся, потому что они на виду. Это только если у них есть крыша, которая их может прикрыть. Но это верх, это самый верх. Это министр обороны, это президент, это, может быть, прокурор, начальник ДБР. То есть это правоохранители, либо верхушка. Вот только тогда есть какая-то коррупция, как таковая, уже внизу. Потому сейчас, вот хорошо, что у нас есть сейчас, появились, по крайней мере, органы, которые правоохранительные и дознания, которые занимаются коррупцией, в том числе независимые, вот они выбивают этих коррупционеров. Просто выбивают. Единственное, чтобы это не было перераспределение. То есть пришла новая метла, по-новому метету, и вместо одного старого коррупционера, старого министра обороны, и убирают его человека, ставят своего. Но который будет делать, выполнять те же самые задачи. Вот примерно, как это могло быть при замене тех же военкомов областных. Могли снять областных военкомов и поставить своих. Но если, вот сейчас этот вопрос надо поднять, потому что это мое умозаключение, пока без фактов. Но если сейчас факты пойдут о том, что как носили, как была коррупция по приему, так она осталась, то это значит была просто замена старых чужих, снятие этой линии старой коррупционной, на новую линию коррупционную. Там могут быть большие деньги, почему иногда и включают механизмы, вот такие, как мы сейчас слышим, ненужные, с одной стороны, мобилизации, для того, чтобы побольше начали носить. Почему закрывают страну? Да потому что можно выпустить за деньги, значит, это тоже коррупционный момент. Сначала надо создать проблему, а потом сказать, сколько стоит решение этой проблемы. Вот иногда это кажется именно так. Но это не армия. Армия к этому абсолютно никакого отношения не имеет. А вот армия как раз на линии боевого соприкосновения, именно там, там не до коррупции. Понятно, что первая линия не до коррупции, конечно. А следы коррупции просто видны, которые приводят к смертям наших людей. Перед ними стыдно, Роман, перед ними стыдно, перед этими хлопцами, которые на первой линии. Что происходит? Вот мы об этом заговорили, о том, кто сейчас на фронте. Что происходит в районе Авдеевки, в районе Купенского и в других местах? Как раз вот на вскидку сказали, сами мы три тяжелых места, где у нас сейчас. Это Авдеевка, Бахмут и Купенск. Маренко, может быть, я бы еще добавил. Там они пытаются, россияне, двигаться в сторону Зверинца. Там есть на звероферме наша, одна из сейчас основных линий обороны. То есть это три-четыре точки, где россияне пытаются выдавить нас с лучших, занятых нами, лучших рубежей, а именно обороны. Причем россияне возле этих рубежей находятся в худшем режиме. То есть и в районе Бахмута рубеж обороны мы удержим по высотам. Россияне пытаются нас сбросить с высот, выдавить, по крайней мере. В районе Авдеевки та же же картина. То есть мы находимся в Авдеевке рядом с Донецком, Макеевка, Ясиноватый, Плацдар по уничтожению этих, российских военных объектов в этих городах, то есть легальных военных целей. Плацдарм одно и второе, это хороший укрепрайон в районе Авдеевки. Вот они пытаются нас сбросить с этих высот и максимально используют сейчас тот потенциал, который у них остался с лета. Купинское направление та же картина, то есть у них задача общая, но если смотреть по общей задаче, так задача общая как раз у них занят серьезную линию обороны. То есть почему они в Купинска пытаются наступать? Они пытаются нас выдавить за оскол, за оскол, выдавить за северский Донецк. Почему на Лиман двигаются через Торское, там на Макеевку, на переправу через Макеевку, Луганскую имеется в виду, то есть пытаются двигаться. Это для того, чтобы выдавить нас за эти реки и укрепиться, то есть укрепиться на лучших оборонительных позициях. То же касается Бахмута, то есть им тоже надо высота, для того, чтобы укрепить. Дальше двигаться им нечем. Там не хватает сил, средств, не хватает даже выполнить эту задачу, не говоря уже о каком-то движении. Но эти задачи они будут выполнять по Абдеевке, Маренке, Бахмуту и Купинску, и Лиману на Лиман, на Чересторское. Они будут выполнять всю зиму, это надо понимать. Будет тяжело, весь потенциал российский, который остался с лета, они будут использовать зимой именно на Восточном Кроне. Ну что, низкий поклон тем, кто сейчас святый вечер проводит в окопах, как говорится. Дай Боже, чтобы все были живы, все вернулись домой. Мы очень этого все хотим. Еще раз поздравляем всех зрителей наших с Рождеством, с Романом Победного нам года. Спасибо большое, Роман. До встречи. До свидания. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин